Сейчас я с удовольствием хочу предоставить слово еще одному алиму, который очень интересно и ярко нам расскажет об особенностях месяца Рамадан. Мухаммад Расул Саадуев, встречайте! Ас-саляму алейкум, рахматуллахи ва баракату. Поэтому еле сдерживаю себя, видя величие этого месяца, в том, что Всевышний Аллах так сегодня всех нас тут собрал. Та щедрость Всевышнего Аллаха проявляется в наших душах, проявляется в том, что мы сегодня здесь видим. Раз уж мы подходим к концу этого месяца, хотелось бы поделиться с вами о том, какими уроками и чем бы, что нам следует взять дальше с собой из этого месяца. Ибо этот месяц, он предназначен не для того, чтобы все оставалось в этом месяце. Месяц Рамадан, он возложен на нас для того, чтобы месяц Рамадан, он служил на все остальные месяцы. В первую очередь, уроков месяца Рамадан огромное количество. Из этих уроков хотел бы выделить два урока, чтобы эти два урока мы твердо освоили и старались не забыть эти два урока. И хранили их, и старались всю свою оставшуюся жизнь хотя бы до следующего месяца продержаться. С этими уроками, с этой пользой, которую мы получили. Самый основной урок месяца Рамадана – это урок Сабра. Посланник Аллаха в хадисе говорит, Ты держи пост в месяц Сабра. Посланник Аллаха, саламу, называет этот месяц месяцем Сабра. Почему? Потому что в этот месяц Всевышний Аллах нам говорит, Ты непростой человек, ты можешь, у тебя есть воля, если ты весь месяц продержался, смог не есть дозволенную пищу, не пить дозволенное питье, дальше от запретного тем более сможешь, говорит Севышний Аллах, воздержаться. Если мы от дозволенного весь этот месяц сумели воздержаться, значит, есть у нас воля, значит, мы можем, значит, есть в нас сила. Вот урок этой воли Всевышний Аллах нам преподает каждому из нас в этот месяц. В этот месяц дети, которые не могут пройти мимо кондитерского отдела, дети в этот месяц держат уразу. Значит, есть у нас воля, значит, мы можем. А что такое Сабру? Представьте себе дорогую машину, которая стоит миллионы, со всем оснащением, если нет в этой машине тормозов. Сядете вы на эту машину, и до куда эта машина доедет? Сабр, дорогие братья, это наша тормозная система. Сабр мы получаем в этот месяц. Сабр в повиновении Всевышнему Аллаху. Сабр в воздержании от порицаемого. Сабр в предопределениях Всевышнего Аллаха. Мы, дагестанцы, как и все остальные кавказцы, отличаемся тем, что кровь у нас горячая, тем, что у нас не бывает заднего хода, у нас только вперед, но Сабр очень нужен. Храбрость – это Сабр. Посланник Аллаха в своем хадисе сказал, не силен тот, кто способен перебороть физически. воистину силен тот, кто способен совладать с собой, когда он в гневе сказал посланник Аллаха. Поэтому этот Сабр нам очень нужен, дорогие братья. 90% – большинство из того, что мы к чему в этом дуне торопимся, не является таковым, в чем нужно торопиться. Есть вещи, в которых следует торопиться. Их не так уж и много. А во всех остальных случаях, когда в тебе кипит гнев, воздержись, прежде чем сказать грубое слово своему брату. Ибо это слово, высказанное, оно оставляет такую печать в сердце, которая долго не смывается. Прежде чем произнести слова развода, когда ты в гневе, воздержись. Есть у этого свой способ, как дается развод. Что нужно делать, прежде чем дать развод. И если уж необходимо, каким образом этот развод дается. Это всего лишь несколько примеров. А так, братья мои, сестры мои, нам очень нужен Сабр. Ибо поэтому в хадисе посланника Аллаха, салли Аллаху алейхи вассаляма, говорит, Сабр – это половина нашей веры. Аллах в Священном Коране говорит, «Истинно терпеливым, обладающим Сабром, Всевышний Аллах воздает без Хисаба, безмерно». Это один урок. Второй урок, дорогие братья, это умеренность потребления пищи. Сегодня, в этот месяц, Всевышний Аллах нам показывает, сколько необходимо для нашего тела, для того, чтобы это тело чувствовало себя гораздо лучше. Не в еде, здоровье. Как раз таки, мы очень сильно боимся голода. Мы боимся голода, как только почувствуем какой-то аппетит, даже не голод, мы торопимся, тут же спешим, нервничаем, кушаем. Мы, согласно сунне пророка, салли Аллаху алейхи вассаляма, должны чувствовать голод ежедневно. Это значит, мы не должны есть, пока мы не проголодаемся. Мы, хвала Всевышнему Аллаху, мы, мусульмане, мы хотя бы в месяц Рамадан чувствуем, что такое голод. Есть люди, которые никогда в жизни не чувствовали, что такое голод. А вы знаете, чем отличаются люди, которые чувствуют голод и которые никогда не чувствовали голод? Голод – это целый санаторий, это лечебница, которая лечит нас в первую очередь, лечит нашу душу и лечит наше физическое здоровье. Поэтому посланник Аллаха салли Аллаху алейхи вассаляма сказал, «Сын Адама не заполнил сосуд более худший, чем свой живот». И далее он сказал, «Би хас бибни Адама укаилатун или же люкаиматун югимна сульбаху». Сыну Адама достаточны лишь перекусы, которые выпрямляют его спинной хребет. Если же он будет есть, то пусть он есть, оставляя в желудке, то есть одну треть желудка еды, вторую треть воды и третью треть часть для воздуха. В этом, если мы будем питаться согласно сунне пророка салли Аллаху алейхи вассаляма, соблюдать посты согласно сунне пророка салли Аллаху алейхи вассаляма, в Аллахи билляхи вы забудете, что такое медикаменты, таблетки и медицинские учреждения. Дай Аллаху та'аля нам всем истинного собра, имана, чтобы этот месяц, чтобы Всевышний Аллах нам дал долгую жизнь прожить и в следующий, до следующего Рамадана. И пусть Всевышний Аллах примет у каждого, кто приложил свою руку, свое участие в этот благодатный мажлис. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Субтитры создавал DimaTorzok